Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из Google Календарь в Telegram. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из Google Календарь в другие системы. Например, в Telegram получать уведомления про запланированные события, чтобы всегда вовремя на них реагировать. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Календарь. Теперь необходимо указать действие, загрузить новые события. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Google Календарь к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. После того, как подключенный аккаунт отобразился в списке, кликаем «Продолжить». Теперь необходимо выбрать календарь, из которого будет происходить выгрузка данных. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем «Телеграм». Теперь необходимо указать действие «Отправить сообщение». На этом этапе необходимо подключить ваш «Телеграм-аккаунт» к системе Apex Drive. Для этого необходимо скопировать имя бота, найти его и запустить вашим «Телеграм». После этого необходимо скопировать строку для подключения «Телеграм-бота» и отправить ее в виде сообщения. После того, как вы получили ответ от бота, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке активные аккаунты, выбираем его и продолжаем настройку. На этом этапе необходимо создать сообщение, которое будет отправляться в «Телеграм». Для того, чтобы добавить новую переменную, необходимо кликнуть в поле и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter. Когда все необходимые переменные назначены в сообщении, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример сообщения, которое будет отправляться в «Телеграм». Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в «Телеграм». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настройок интеграций и удачи!